МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 90-х исчезла и эта возможность узнавать новости республики. Причина – ретранслятор, откуда велось вещание, остался без электроснабжения. Был разграблен и восстановлению не подлежит. Поэтому филиал российской телерадиосети нашел другой вариант решения проблемы, заключив соглашение сразу с двумя коммерческими компаниями. Поэтому теперь в Абазу сигнал поступает по оптоволокну с помощью радиорелейной линии. Теперь 18 тысяч жителей города Горняков имеют возможность смотреть новости Хакасии в прямом эфире и в полном объеме. В Абазе вещание вы в эфир вышли вчера, 8-го числа, 8-го июля. Ваши вечерние новости уже были в эфире. Так что сегодня или когда вы можете поприветствовать телезрителей и объявиться уже сами, что вы пришли всерьез и надолго. Спортсменка из Саиногорска Татьяна Зырянова завоевала золото, но универсиаде в Казани. Второй день соревнований крайне удачно сложился для представительниц сборной России в борьбе на поясах. В весовой категории свыше 76 килограммов представительница Хакасии стала лучшей. Победитель определялся по итогам серии встреч каждой участницы с каждой. Зырянова в своем заключительном поединке боролась с представительницей Монголии и одержала чистую победу – 6-0. Монгольская спортсменка в итоге стала бронзовым призером, а серебро досталось представительнице Кыргызстана. Тяжелая, да, очень красивая. Не золотая, наверное. Ну, какая-то я здесь одна вроде, поэтому меня так и поздравляют по телефону, в интернете. Звонят, пишут. У меня сразу лучше была, уверена. Вкладки были не очень сложные. Сложная была вкладка третья представителям Кыргызстана. Ну, чисто радостью, удовлетворение. В Казани в городе построили деревню универсиады. Ну, очень красиво. Масштабы впечатляют. Да, открытие было универсиады, как прям открытие Олимпиады. Наш спортивный литрад еще не включен. Будем надеяться, что включится. Будем готовиться к олимпийским бюро. В Сорске во всем городе нет горячей воды. Ее отключили в мае и обещали, что неудобства жители города будут испытывать 21 день. Однако сейчас нет никаких объявлений даже о примерных сроках. Администрация города объясняет такую ситуацию необходимым ремонтом. Подробности у Елены Крыловой. Когда жители Сорска смотрят региональные новости, больше всего им нравятся те, в которых, например, Абаканская ТЭЦ извиняется перед жителями города за то, что на 10 дней отключит горячую воду. Здесь такие сроки даже изначально не ставятся. В этот раз без горячей воды люди сидят с мая. Сначала обещали 21 день, сейчас уже молчат. Каждый год в сентябре месяце дадут горячую воду. Отопление в ноябре дадут. У кого обогреватель, у меня, например, нет обогревателя, у кого есть, те моются дома. А нет, то в баню ходим. Сходить в баню в Сорске можно только один раз в неделю. Так сократили время ее работы. Само по себе предприятие убыточное, таким оно было всегда. Хоть зимой, хоть летом баня стандартно заканчивает месяц с убытками примерно в 8 тысяч. Зимой сюда просто никто не ходит, а летом приходится греть воду. За электричество где-то 40 тысяч надо платить. Раз, полчаса, баня убыта. И ремонт надо делать, и все, и большие расходы. Все расходы бани покрывает городской бюджет. Он взял ее под опеку с прошлого года. Это как компенсация за ежегодные летние ремонты. А в целом здесь призывают жителей набраться терпения. Это лето без горячей воды не последнее. Оно в раз, невозможно это сделать. Может быть, возможно, конечно, там, я не знаю, прибешено, там, какие-то сумасшедшие финансирования и там куча очень замечательных, хороших подрядчиков, чего мы ни одного, ни второго не имеем, скажем так. Подрядчики то и дело подводят. Финансированием тоже бывают нестабильности и сбои. То есть не может же, допустим, на нас работать вся республика. Нам и так дают достаточно, чтобы постепенно сделать всю систему. В этом году горячую воду дадут 15 июля. Это только в нижнюю часть города. Тем, кто живет в Верхней, пока радоваться нечему. Обнаружен порыв и на него еще надо просить деньги у республики. Здесь, конечно, никаких сроков нет. Как, впрочем, нет и прогнозов на следующий год. Администрация никаких обещаний не дает, но надеется, что неудобств будет немного меньше. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В Хакасии намерены увеличить размер республиканского материнского капитала. Правда, материальную помощь получат не все многодетные мамы, а только те, кто проживает в малых селах. Такое решение принято сегодня на заседании правительства Хакасии. Напомним, республиканский материнский капитал выплачивается в размере 100 тысяч рублей с 2011 года. Полагается он мамам, родившим или усыновившим третьего и последующих детей. В настоящее время в малых селах Хакасии проживает 117 женщин, воспитывающих двоих детей. Еще более 100 семей являются многодетными. Новая мера социальной поддержки, по мнению министров, будет способствовать возрождению и развитию малых сел. Для многодетных семей, проживающих в малых селах, численностью до 100 человек в два раза. Со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Ориентировочные расходы, дополнительные расходы республиканского бюджета при принятии данного проекта постановления могут составить порядка 11,7 миллионов рублей. Сибирь может остаться без необходимого урожая. Из-за погодных условий во многих регионах посевные прошли неудачно. В Томской области посевная вообще была под угрозой срыва. По этому поводу местному губернатору пришлось вводить ЧАЭС. Как обстоят дела на полях Хакасии, узнали наши корреспонденты. В этом году аграрии республики сеяли, как и вся Сибирь, в непростых условиях. В некоторых районах влаги не хватало, в других, напротив, из-за обильных снегов. Техника долго не могла выйти в поле. Все, что зависело от сельхозтоваропроизводителей, было сделано. Каким будет урожай этого года, сегодня зависит лишь от погодных условий. На полях республики хорошие всходы. Аграрии ждут умеренных дождей, а в первую очередь тепла. Более точный прогноз можно дать лишь в конце июля. Фермеры подчеркивают, что от этого урожая будет зависеть многое. В первую очередь, сохранность поголовья скота. Республика, животноводческий регион и практически все растение и водство работают на кормозаготовку. Засуха прошлого года подъела, в кавычках, все корма, все запасы. И мы к весне подошли к тому, что нулевой запас во всех хозяйствах практически был. И сейчас задача перед аграриями стоит, конечно, колоссальная. Мы должны собрать урожай, которого бы хватило на зимний стойловый период. И мы обязательно должны иметь запас еще минимум на полгода вперед. Несмотря на большие риски, аграрии республики не спешат страховать свои взносы. Условия изменились. Раньше 90% страхового взноса носил бюджет. И только 10% сельхозпроизводитель. Сегодня сумма компенсации не должна превышать 50%, а это миллионы рублей. По данным Минсельхоза, аграрии Хакасии вместо страховок предпочитают вкладывать деньги в залежные земли. Свой будущий урожай они страхуют за счет ежегодного увеличения посевных площадей. Жилинспекция Хакасии открывает горячую линию. Жалобы от населения принимаются по вопросам начисления по общедомовым счетчикам. Напомним, с 1 июня плату за расход коммунальных ресурсов, потребленных не в отдельной квартире, а на нужды всего дома, рассчитывают по специальным нормативам. Жители Хакасии впервые получат расчетки с новыми суммами. Все нюансы можно уточнить по телефону, который сейчас на экране. Звонки принимаются в рабочее время с 9 до 18 часов. Работать горячая линия будет до 15 августа. Журналисты Хакасии получили уникальную возможность увидеть Олимпийский факел. Несмотря на то, что до начала эстафеты Олимпийского огня Сочи 2014 еще 90 дней. По традиции, после зажжения в Олимпии огонь пронесут по территории Греции. Затем в символ будущей Олимпиады отправятся в Россию. Олимпийский огонь будет путешествовать по территории России ровно 4 месяца. Старт 7 октября в Москве, финиш 7 февраля в Сочи на главной спортивной арене. В нашу республику символ Олимпийских игр доставят в ноябре. А пока один из партнеров эстафеты представил в Абакане сам факел. Он сочетает в себе традиции и будущее. Мотивы сказок переплетаются с инновациями. Факел очень сильно похож на пирожар птицы. А это древнерусский герой сказок наших, всем известный с детства. Пирожар птицы приносит удачу и дарит надежду, а также освещает путь своим обладателям. Факел изготовили на Красноярском заводе «Красмаш». Предприятие делает продукцию для оборонной промышленности и космической индустрии. Официально их будет 14 тысяч по количеству факелоносцев. Вес факела 1 килограмм 800 граммов. Длина 95 сантиметров. Сделан он из очень сверхпрочных материалов. Предусмотрена специальная смесь зажигательная, которая состоит из очень чистого жирного углеводородного газа. Называется он пропан. Вот то, что баллоны для подогрева нашей пищи, там только смесь такая еще дополнительная, но там 20%. Здесь чистый пропан. И добавляют специальные компоненты для такого яркого, красного, золотистого оттенка для горения. Подробности эстафеты держатся в секрете. Так пока не разглашается, сколько человек от Хакасии будут нести Олимпийский огонь. Известно лишь, что это будут представители разных профессий, люди разного возраста. Так самому старшему участнику далеко за 70. Не откровенничают организаторы по поводу маршрута эстафеты в Абакане. Точно известна его протяженность. 12 километров по улицам города в вечернее время. Весь путь по республиканской столице займет 2 часа с двумя 15-минутными перерывами. Также Олимпийский огонь побывает и на Саяно-Шушенской АГС. Скорее всего, его пронесут по гребню плотины. Весь маршрут продлится 123 дня. Движение огня по стране будет транслироваться в прямом эфире в интернете. Это будет самая протяженная эстафета – 65 тысяч километров, что в полтора раза длиннее экватора Земли. Всё потому, что Олимпийский огонь, попав в Россию, побывает на дне Байкала и в космосе. Олиса Калинченко, Антон Михайлов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. В России вновь ввели всеобщую диспансеризацию. Охватить планирует всё взрослое население. Процедура, как обещают специалисты Минздрава, будет быстрой и абсолютно бесплатной. О всех нюансах мероприятия расскажет Михаил Мальгин, помощник министра здравоохранения Хакасия. Далее в нашей ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас в рубрике «Есть мнение» свой взгляд на организацию научных род выразил заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Сергей Комаров. На этом у меня всё. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на телеканале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова